Новый способ мытья окон. Серёжа приготовился мыть машину, развёл автохимию и решил заодно окна снаружи помыть. Почему бы нет, действительно? Тоже от прилипшей всякой мошки. Всё, окно как новое. Чего раньше не додумались автохимией мыть? Возишься там с этими тряпочками. А тут траты готовы. Ой, ветрище у нас раздулся, караул. Всё, с окнами покончено, перешли к машине. Вот она, эта автохимия красная. Машина вся в красных потёках. Сейчас Серёжа автохимию разбрызгает и потом уже вот будет мыть. Ветер только очень сильный, неудобно. Всё, прям летит, лишь бы в глаза не попало. Уже попало? Уже везде попало. Тем временем, пока Серёжа моет машину, у меня здесь на кухне помидорное царство. Да-да, ребята, у меня до сих пор помидоры ещё не все закончились. Господи, на следующей неделе уже ноябрь. Перемыла вот эти в заморозку, брошу, по пакетикам разложу. Вот эти, у меня вот здесь две чашки, ещё одна есть, три. Сейчас буду делать четвёртую партию уже кетчупа домашнего. Ещё одну чашку отобрала маленьких помидорок на засолку. Сегодня, если успею, сделаю несколько баночек. Если нет, то завтра. Вот приготовила себе на маленьком столике всё. Сейчас буду крутить, резать все эти помидорки, выжимать, в общем, сок без семечек и потом кипятить на кетчуп. Вот на такое количество кетчупа я потратила больше восьми килограмм помидоров. Сейчас посмотрим, сколько баночек получится по литражу. Но помидорки уже давно лежат и они у меня водянистые такие. В общем, можно сказать, большую часть, прям приличную часть я просто убрала воду и всё. Это вот гуще. Ну и что вы думаете? У меня всего один литр получился с копейками. Вот ещё тарелочку. Переложила я банок, приготовила. Ага, одна вода с помидор. Чем дольше лежат, тем меньше от них толку. Если где-то две недели назад я делала, у меня в два раза больше выход был с такого же количества, даже больше, чем в два раза. Всё. Ну это вот была последняя партия. Больше у меня особо ничего не осталось. Ну всё, бойка закончена. Серёжа провёл шаманский авряд и вызвал дождь. По-моему, машину дождь пошёл. Это нормальное явление. Да то посмотрите, какая она чистая. Она такая чистая была один раз в жизни, когда мы её покупали. Хозяин перед продажей помыл. Просто блестит вся. Обалдеть. Всё, испортилась окончательная погода. И трища вообще передают на неделю. Ветер. Злата, ну-ка не выкидывай сено. Всё, девочки, походу сегодня в сарае ночуем. Что-то там совсем не очень хорошо. Мокро, сыро. Уже следующий день и к нам пришёл ураган, ребята. Я в настоящий. У нас крайний перекит. У меня сносит ног. Крайний перекит свалила и вырвала там люверсы. Вот сейчас ходили, поправляли. Вроде более-менее прижали. Но самое клёвое это вот. У нас лежит весь забор. Всё небо чёрное. Какие порывы, что реально с ног сбивает. Коровы все в сарае, все поставили. Всё, столбы, смотрите, прям с корнем вырвало все. И тут тоже. Офигеть! Смотрите, ребят, даже что нам пришлось сделать из-за ветра такого сильного. Вон кочергой. Серёжа придавил. Придержал немножко поддувало, потому что оно просто закрывается. Прям хлопает. И всё. Хорошо вам здесь под крышей? Понасрали уже. Лежите, балдеете. Там дождь пошёл. Опять ещё с таким сильным ветром это всё. Ирочка вообще спит. У вас здесь любовь. Серёжа пока дробить пошёл. Это важнее. Ну, все на коровом размёт всё. Они покушали сейчас. Что касается этого злосчастного забора. Если честно, он нам оскомину уже набил. Это 100% наш косяк. Мы прекрасно понимаем. Короче, если можно было всё вернуть назад, мы бы его не делали точно. Это была ошибка. Прям вот этот забор. Это была ошибка, потому что там надо было делать сетку. Всё-таки ветер очень сильно здесь разгоняется по этому загону. И этот забор играет роль паруса. То есть доски широкие. И он, ну, просто не выдерживает. Его постоянно гнёт и гнёт. Мы на него давно уже смотрели. Он весь перекошенный. Даже как бы делать, ну, там что-то править особо не стали. Потому что, ну, понимали, что, скорее всего, его нужно будет вообще убрать и переделать. Ну, вот дождались случая. Сейчас он завалился. Ну, понятно, нам нужно сейчас закрыть этот периметр, потому что у нас в этом загоне пьют коровы. Нам нужно попоить их всё равно, выгнать. Вот. Мы не можем этого сделать, когда у нас всё вот так вот наголо открыто. Они ломанутся куда-то на улицу всё равно. Не знаю, как с этим ветром. Сейчас мы будем пробовать ставить назад этот забор, чем-то подпирать хотя бы. Но факт, что его здесь больше не будет, это точно. То есть его нужно убирать. То есть мы его разберём, эти доски пригодятся нам точно, что-то другое. Будем ставить сетку. Обычную сетку металлическую. Ну, если с забором это всё, конечно, ожидаемо, то насчёт вот этого тента, сена, я, конечно, чуть-чуть расстроилась. Честно скажу, я расстроилась, потому что мы думали, что, ну, в этот раз там всё закрепили хорошо, там, ну, не должно быть такого, чтобы всё это сорвало. Но, опять же, здесь есть такой нюанс, что у нас сено стоит вдоль, а не поперёк. Ну, или наоборот, сказать. В общем, если бы развернуть его в другую сторону, скорее всего, такого бы не было. Но наш сеновал не позволяет по-другому поставить сено. Такое большое количество на таком маленьком участке. Поэтому только так. И, скорее всего, с этой проблемой укрытия сена, вот в такие ветра, мы будем сталкиваться постоянно. Пока решение другого, ну, нами не придумано. Ну, будет срывать, значит, будет срывать. Как-то будем, не знаю, постоянно укреплять. Потому что такие ветра здесь, это, ну, не редкость. И не стоит точно надеяться, что... Ну, это просто вот только сегодня. Это не повторится. Это обязательно повторится, и ветер будет. Поэтому к этому только можно как-то привыкнуть и подстроиться, адаптироваться. Не бойся, милочка. Мы сами боимся. Нам самим страшно туда выходить, на эту ружу. Опа! И всё назад, да? В лицо. Все какахи. Жесть. Там уже надо отодвигать эту кучу. Она растёт. Но сейчас пока... Вот, дверь открылась ветром. Сейчас пока все заняты. Вот, без своей техники, конечно, тяжеловато. Да не то, что тяжеловато, тяжело, прям, я бы сказала. Да, без своей техники. Конечно, приходится ждать где-то. Где-то подстраиваться, где-то свои дела переносить. Вот, чтобы нам помогли те, у кого есть эта техника. В общем, решили сделать так, ребят. Сейчас, значит, Серёжа вкопает столбы назад, поставит... Вот эти доски все уберёт, оставит только столбы и прожилины, вплоть до самого угла. И прибьёт сюда вместо досок сетку. Это будет легче, это будет продуваться. Посмотрим, как будет... Что это, как будет держаться. Столбы также укрепит, то есть затрамбует. Будет... Ага, другой край Тарпаулина тоже полетел. Отлично. Съездили сейчас в местный магазин, купили вот такую сетку 10 метров. Вот её будем приколачивать. Пока Серёжа на улице будет сейчас все эти доски убирать с прожотов, моя задача приготовить что-нибудь покушать. И ещё сегодня у меня генеральная уборка дойного аппарата. Ну, не уборка, а генеральная мойка дойного аппарата, которая делается раз в несколько дней, когда полностью всё разбирается и внутри всё хорошо промывается. Вот, сетку будем прибивать, естественно, вместе уже. Потом пойду помогу. И, ну, сейчас посмотрю, схожу, пока вот у меня тут стоит, ещё не закипело, а как у него так дела. Так, два пролёта уже готовы. Вот, выкопал столбы, все доски отбил. Осталось, а вот эта вортина, которая у нас большая, с ней разобраться ещё. И можно, в принципе, натягивать сетку. Что-то замёрз, как суслик, да? Нет, надуло уши. Уши надуло ветер. Ё-моё, голова болеть будет. Ну, Серёжа, перекур пока. Мы сегодня просто ещё не выспались оба, потому что... Ну, я проснулась где-то в час тридцать ночи от этого забывания. Просто... Ну, ночью ветер, вот именно сильный ветер начался. Просто всё воет, прям бой стоит, всё шумит, гремит. Вот, и, ну, очень такой тревожный был сон. Постоянно просыпаешься, засыпаешь. Серёжа вообще-то во сколько... Ну, так же сейчас ночью, наверное, вообще не смог уснуть. И потом лёг где-то в часа 4 утра уже, чуть-чуть подремать. Ну, в общем, вот такая ночка была весёлая. Всё, зашла опять домой. Потом у меня тут сейчас перекипит. Надо всё равно следить. Сосед приходил, тоже у него забор улетел. Тут, короче, сегодня, по-моему, у всех всё летает. Что плохо прикручено во дворе. Периодически ещё моргает свет. Вообще, в такой ветер это очень частое явление, когда у нас вырубают свет, где-то рвёт провода. Поэтому я не удивлюсь, что мы сейчас ещё без света останемся. Но у нас есть генератор. Кстати, я не помню, в конистике там бензин оставался или нет. Надо у Серёжа спросить. Вот, ну, вроде мы заправляли специально для генератора. Он нас, конечно, в этих случаях очень хорошо выручает. Снег летит, ребята. Снег. Первый снег принесло нам с ураганом. Вот он. Я только с мамой разговаривала. Она говорит, у них снег идёт. Я думаю, ух ты, ничего себе. А у нас нету? У нас ещё не было первого снега. Вот так вот. Сейчас будем натягивать сетку в экстремальных условиях. Снег, ураганный ветер. Вот всё, Серёжа, подготовил. Но у нас выбора нет. Нам надо сделать это сейчас. Мы спешим. Дыхание аж. Потому что нам нужен этот забор сегодня. Так, Серёжа там добивает. Вот мы сейчас разделили. Здесь у нас будет вороти на это так же и открываться. Мне хотелось бы показать вам это всё со стороны. Поставить штатив, но его унесёт в соседнюю область. Вот, я стою, держу вот этот рулон решётки, проволоки этой. Вот, ветром прям просто сносит с ног. Аж дыхание просто задерживаешь и дышать нечем. Ну, а посмотрите, как снег летит. С какой скоростью. Но это же не постоянно порывы-то сильнее ветра. Когда порывы, это вообще только держись, чтобы не свалиться. Серёжа уже всё лицо красное. У меня я хоть тоже в шапке и в капюшоне. Такое ощущение, как будто мозги сейчас через уши выдует. Всё уже тоже ухо заболело. Всё надуло. Сегодня будем, не знаю, ноги парить. Вообще баню бы хорошо, конечно, прогреться. Я побежала домой, дальше готовить. Вот, Серёжа вот, вот, прожили, ты подосточки прибьёт, чтобы лучше держалась. И всё, и пойдёт будет спорта. Ой, вся красная, руки все замёрзли. Я хоть даже в зимних была, там, валишь, как в перчатках. Всё равно бесполезно. Ну, такое ветрище прям, Маш, продувает тебя насквозь. Сейчас стояли, Серёжа. Он колотил эту сетку и смеялись. Сам ворчит. Ну, почему нельзя было это сделать раньше в нормальную погоду? Ну, видели же, знали, что он упадёт. Надо было, хотели давно поменять. Нет, надо дождаться, пока вот будет ураганный ветер со снегом. И именно в этот момент всё это делать. Ну, вот так вот всегда. Да, думаешь, ну, вроде стоит, вроде должно прокатить. Ну, не прокатило, короче. Плюш, Плюшка, о, как погода? Ломанулась, увидела, думает, о, открыто, можно идти, подбежала. Нет, сетка какая-то, ничего не получилось, да? Провалился план побега. Вышли, взеваешь, попили. Все недовольные такие стоят. Нахохлились, взъерошились. Сидёжа там в сарае сейчас прибирается пока. Говорит, никому нельзя заходить. Дверь закрыл. Они ловятся назад. Не нравится. Так, да, ты давай мне там осторожней. Не сломай наш новый забор. Его даже не видно. Как будто просто прожили. А снежок-то подсыпает, ребят, смотрите. Уже вот на земле лежит, идёт и идёт. Не успокаивается. Вот это красота. Идёт, идёт снежочек. Вот и первый снег. Два года подряд он был в конце сентября. Первый снег. А в этом году, вот, аж на целый месяц задержался. В конце октября первый выпал. Пока ещё есть время до вечерней дойки. Хочу вам показать. Забрали мы посылки. Сазона ещё. Вот пришёл Энермикс, который мы для Милки заказывали для отёла. Вот такая жидкость. Жидкая, высокоэнергетическая кормовая добавка для КРС и МРС. Там в составе пропилен, гликуль, глицерин, витамины. Ну, там ещё что-то есть. Вот она у нас сейчас уже получает. Вот сейчас буду в очередную дозу. Ей в стаканчик наливаю и уношу в дроблёнку. Просто перемешиваем. Вот так выглядит эта жидкость. В запахе, кстати, ничего приятного нет. Я думала сначала, что она будет носом водить. Но нет, она абсолютно никак не отреагировала. Ест она нормально свой корм с вот этой добавкой. Ещё мне пришли вакуумные пакеты в рулоне, которые я заказывала для вакуумного упаковщика. Ширина 20 см. Вот я пользовалась 25 см. У меня были эти поуже, 20 см. Ну, ещё не открывала. Сегодня, может, посмотрю. Всё, в принципе, можно капусту прибирать. Я буду её шинковать. И упаковывать по пакетикам для супов зимой. Ну, не всё, конечно. Но часть точно так буду морозить. Так, уже следующий день у нас. Но сегодня днём было потише. Но всё равно ветерок такой раздувается. Хочу сказать, вот, Селёжа ещё поперечные вот эти перекладины сделал. Но не врезался туда. Ни с одной, ни с другой стороны не пробил эту сетку. Да, опять раздулся ветер. Причём так прилично. Всё-таки не уходит ещё. Не отпускают нас браганы. Опять воет за окном. Но стало теплее, я могу так сказать. То есть, вот смотрите, я в сарае, в когте. То есть, мне что-то даже в куртке жарковато стало. Как-то резко потеплело. Но ветер так и продолжает дуть. На этом на сегодня всё. Увидимся с вами в следующих видео. Надеюсь, нас не сдует за это время отсюда. Куда-нибудь далеко-далеко. Счёте комментарии. Всем пока-пока.